здравствуйте максим очень рад встретиться с вами в славном городе владимире вашем клубе да и сша дзюдо 88 и сегодня хотел бы с вами поговорить о вашей школе где вы работаете трудитесь много лет немножко расскажите о себе ну первый вопрос наверно такой представьте расскажите вообще как вы попали в клубе до 88 школу до 88 меня привела мама я помню было 10 лет это был 1997 год я был хулиганом у меня были постоянные замечания школе по поводу поведения решила что чтобы я свою энергию где-то мог выплескивать надо дать меня в спорт в доброе русло так сказать тогда брали с 10 лет школы находилась 7 лет я начал спортивной секции в школе болт бег легкоатлетика плавание а вот именно детскую юношку спортивная школа олимпийского резерва то еще 88 аббревиатура это год основания как я знаю основал основатель клуба именно этого до этой спортивной школы василий василич смолин немножко расскажите о нем ну для наших зрителей что вы знаете понятно что может быть основатель и смена директор слайся сей смолин владатель 7 дома по дзюдо орбита олимпийской категории в 1996 году это было атланта писки был там как рейфери да и 2000 году сильные как представить европейский союз дзюдо с комиссией также заслуженный тренер россии заслуженной работе физкультуры федерации то есть это по сути он получается был таким родоначальником развития дзюдо владимире или вообще дал до до него владимире уже функционировал какой-то или или он вышел тоже занимался во владимире владимирский но он урожение владимирской области из области приехал сюда учиться занимался здесь в школе самбо и потом его наставник увидел в нем задатки из английские и тогда только вот в области начала появляться дзюдо предложил ему начать судить и развивать это направление и у него довольно таки успешно получалось сначала было женской секции при педа университете и потом вот в 1998 году открыл прямо отдельное здание это странно построено помещение поэтому адресу комиссарова 7 и была первая группа первый набор и потом вот школу числа функционирует развиваться на данный момент у нас где-то 400 обучающихся а возраст участь учеников начинаем брать четырех лет с четырех до семи это нас группы общей ископодготовки спортивно-здоровительной направленности потом восемь лет мы зачисляем на этап начальной подготовки первого обучения дзюдо и до 18 лет у нас учительным дети обучаются а дальше либо они выбирают это направление становится тренерами преподавателями идут обучаться его педагогический университет либо идут работать в свободное от работы время приходит также продолжает заниматься уже в сборной команде для того чтобы передавать свой накопившийся опыт молодой спортсмен как я понял у вас как бы начинается самого раннего возраста да а есть такие группы которые так называемые такая категория ветеранов которым там людям уже там за 40 лет кто приходит к вам заниматься те кто у вас когда-то ну уже получается клубу существует более 40 лет и за это время как говорится кто-то по кому кому было тогда 10 лет пришел сегодня уже 50 есть такие кто вот до сих пор приходит на сегодняшний момент честно говоря мало таких да вот взять 45 лет назад ходили такие возрастные спортсмены на которым было интересно даже они жили 30 минут езды от города в судовском районе тем не менее приезжал и занимался он даже подготовился и выступал на чемпионате россии среди ветеранов на взрослой группе м3 на данный момент в основном все таки у нас это дети подростки молодежь а как вы думаете почему вот такая тенденция не совсем допустим если мы возьмем японию или европейские такие страны где очень развита дзюдо как там 8 франция голландии там италия там есть такие ну категории взрослых людей которые приходят на дзюдо и практикует даже не столько для того чтобы участвовать соревнованиях а сколько другую цель преследует скорее такое поддержание здоровье да в организме здоровье сберегающие как бы используя технологии почему вот в россии не не настолько это сегодня развито как на ваш взгляд ну в силу своего опыта да могу рассказать о том что я работаю все таки с такими людьми которым уже за сорок за 35 и они хотят изучать дзюдо и это больше носят формат индивидуальной тренировки мы встречаемся он не говорит хочу повысить свои такие такие то возможности подготовить фигуру клиенту бросать именно вот я хочу бросать и мы стоим в пару и рассказываю объясняю показываю технику и он на мне ее потихонечку начинать выполнять и вот нас такая дали тренировка рассчитана на час час 15 а если такого спортсмена привезти в сборную команду где молодые ребята непрерывно тренируются у них есть определенный режим они стремятся к высоким спортивным результатам и он туда попадет и будет чувствовать себя некомфортно и плюс еще многие же работают сутки 2 2 и не всегда попадает этот график в эту тренировку кто-то в обед свободен кто-то рано утром и здесь лучше и удобнее и будет по времени персонально заниматься и еще один момент который часто я встречаюсь что все таки возрастной спортсмен говорит о том что дзюдо надо падать падать больно и не хочется и занимаясь сейчас группы бразильского джиу-джитсу в другом метам от 14 и я кстати хотела вот на это слежа чувствую себя гораздо комфортнее после того чтобы дзюдо было стойки есть какой-то фундамент база потом приходит повозиться подвигаться и то есть это более безопасно для них потому что все-таки нет падений до такие и поэтому это более безопасно сталкиваюсь с этим и и с ударки много людей приходит говорят вот уже возраст надоело получать по голове но спортом заниматься хочется и вот как бы джиу-джитсу для нас было бы тоже бороться очень комфортно но дзюдо все-таки поменьше я знаю что у василия васильевича смолина есть так сказать семейственность такая да это ну во первых это василий младший известный сегодня уже мировой с мировым именем судья и и и дочка которая тоже занята так сказать в организационном до пространстве проведение соревнований подзюдо и так далее немножко можете рассказать тоже о них хорошо населена васильевна занимается больше судейство через секретариат компьютер-тим на всероссийских соревнованиях это те страны которые входят в календарь федерации россии и в календарь мвд ведомственные соревнования по дзюдо и по самбо Василий Васильевич у нас сейчас получил номинацию на судейство паралимпийских игр Токио Евгений Рафлин получил номинацию на судейство олимпийских игр на паралимпиаде и плотный-плотный график судейство совсем недавно был на чемпионате европы в лиссабоне сейчас он уехал на большой шлем в казань я знаю что Василий Васильевич смолин младший он получил не премию да такой от знак отличительный знак как лучший европейский судья да немножечко здесь он привозил его показывал да это такая статуэтка с символикой европейской союзной написано было best of the best сезона 2019-2020 то есть тогда он занял у них есть рейтинг у судей каждый судья после судейства получает оценку эти оценки суммируются и у них идет таблица лучших судей и одна женщина и один мужчина ежегодно награждаются и так как пандемия внесла корректировки в нашу жизнь да нашу естественно эта награда была вручена сейчас за результаты того сезона вот естественно за текущий сезон тоже и вот он среди мужчин стал первым в рейтинге он получил эту награду и Роберто Чурли она уже как он мне сказал три года подряд становится среди женщин лучше вот ему было конечно очень приятно получить такую награду среди всех 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 европейских но также это знак тоже отличительный знак вашей вашего клуба да дзюдо 88 что вот у вас такая есть преемственность поколений такое развитие идет да так сказать вы не стоите на месте я смотрю что у вас сейчас как бы есть и какие-то изменения там и ремонт идет все время вы проводите мероприятия в том числе я видел что вы являетесь ну уже я так понял не первый год выигрываете грант президентский грант да немножко вот об этом расскажите пожалуйста первый раз мы приняли участие в конкурсе президентских грантов аж в 2017 году да мы съездили на обучающие семинары некоммерческой организации фонд президентских грантов которая рассказывает о президентских грантах говорит о какие проекты возможно какие направления деятельности возможно какие организации возможно могут принять участие попытаться да например есть проекты на 100 тысяч рублей на полмиллиона на 5 миллионов на 15 миллионов нам сказали сначала попробуйте начать с маленького но мы создали проект календарь куда входило порядка десяти мероприятий и с учетом софинансирования школы трех с половиной миллионов и допустим фонд президентских грантов мы запросили поддержку на три миллиона рублей и вот наш проект шесть с половиной миллионов рублей получил удобрения и мы приступили к работе к реализации данных мероприятий которые мы заявили это мастер-классы действующих спортсменов и тренеров сборной команды это соревнования это учебно-тренировочные занятия футболки кимоно экипировка да оборудование и пока на этом мы календарь закрыли да и отобрали группу из 100 обучающихся которые подходят по следующей категории это малообеспеченные опекаемые попавшие в трудную жизненную ситуацию дети ну и одаренные талантные перспективы спортивные отношения вот отобрали три тренера каждый там допустим по 30 спортсменов 35 и вот получилась целевая группа на которую рассчитан вот этот проект ну естественно мы этот проект реализовали по каждому мероприятии делали письменный отчет фото видеоотчет загружали все это в инстаграм вконтакте на наш сайт и отчитывались перед фондом придетских грантов плюс еще финансовый отчет и там ревизор все смотрит контролирует делать замечания и все было супер и мы вошли в топ 100 лучших проектов со всей россии и наш директор ездил в сочи на подведение итогов нам было вручную грамоту и он рассказывал о том какой проект мы реализовали после этого мы в себя поверили что мы действительно проект это все это наша обычная работа что мы делаем правильную работу идем в нужное управление мы решили подать и на следующий конкурс но мы его проиграли то есть не добрали определенного количества баллов до 70 по оценкам эксперта и не участвовали но потом мы духом не упали нам сказали Василий Васильевич ваш проект был очень хороший пора вам его повторить мы написали новую заявку сделали 26 мероприятий и снова победили и начали его реализовывать проект уже после 12 месяцев а на 14 больше мероприятий больше соревнований больше мастер-классов и добавили туда спартакиаду который мы проводим это как бы летний лагерь на базе пребывания в школе дзюдо с питанием в общеобразовательных школах и в них соревнования это борьба на поясах дзюдо сумо лёгкоатлист прыжки в длину велокросс шахматы стрельба ну ещё там допустим до 10 мероприятий вот и мы его тоже реализовали и потом подали ещё раз и снова выиграли вот сейчас мы в стадии реализации нашего уже третьего проекта из четырёх попыток хотел спросить вот на Ваш взгляд вот эти вот проекты которые Вы реализовываете насколько положительно они повлияли на вообще развитие дзюдо непосредственно в Вашем клубе ну а также в городе Владимире я Вам даже скажу и в области да сейчас мы расскажем значит стали приезжать такие легенды мирового спорта как Арсен Голстян Хан Магомедов Камал Михаил Игольников Наталья Кузютина у нас был Михаил Пуляев Александр Михалин дважды Батрас Кайт Мазов тренер Игорь Шкарин Елена Котельникова и глядя на нас наши коллеги из области из города Коврово тоже стали приглашать спортсменов к ним уже приезжал Голстян и Камал Камал даже два раза приезжал сейчас вот хотели они провести на турнире Патриот вот еще одного тренера сборная что там у них не сложилось то есть работа пошла не только у нас да мы стали проводить в области учебно-тренировочный сбор чаще стали брать к себе в Ковров в область первенства Центрального Федерального округа средств спортсменов до 15 лет до 13 лет а массовость увеличилась ли благодаря вот этим вот этим грандам этим проектам увеличилась ли массовость появление новых детей открытие каких-то новых еще клубов в области в городе да у нас сейчас если раньше было три организации работающих в направлении дзюдо это мы спортивный клуб орбита и спортивный клуб арсенал и вот буквально год-два назад добавилось еще один спортивный клуб это студия единоборств имени Михаила Белова у них там и дзюдо и самбо и вот спортивный клуб арсенал сейчас открывает второй филиал в городе и вот этот клуб студии единоборств 33 они открывают тоже второй филиал в районе нижедубров да идет расширение зон покрытия дзюдо то есть популярность дзюдо увеличивается за счет вот этих реализаций программ и сегодня вообще если вы так прослеживали по вашим таким оценкам насколько дзюдо сегодня вообще как направление физической культуры и виды спорта популярны во владимире и владимировской области по сравнению с другими видами физической активности физической культуры тут такой вопрос мы не особо прослеживали но мы понимаем что дзюдо пользуется спросом о нашей школе знают не только внутри нашего района города и области попорно всей россии да вот что еще сказать у нас есть сильное направление это грек-римская борьба в городе бокс гимнастика вот самбо сильны своими традициями да также футбол но я думаю что дзюдо точно входит в топ-10 популярных направлений которые родители хотят отдать своих детей максим что такое для вас дзюдо ну так как я пришел в дзюдо с 10 лет и до сих пор я в дзюдо на разных этапах для меня дзюдо означало когда-то это была спортивная деятельность да сейчас тренерская работа это судейская деятельность да и но я до сих пор сам выступаю я трехкратный чемпион европы среди мастеров серебряный призер чемпионата мира и победительный чемпион мира среди мастеров да также я еще сотрудник министерства внутренних дел в полиции я выступаю за наше по дзюдо и по самбо то есть я все свое время провожу здесь в школе дзюдо получается дзюдо это ваша жизнь и тренируюсь да и для меня дзюдо это моя жизнь это правильно вам сказать но я помимо этого смотрел следил за вами как бы в социальных сетях вы еще и вообще активный сторонник физической культуры вы бегаете и у вас и на лыжах и то есть вообще откуда у вас вот это вот все как-то родители вам передали вот эту любовь к физической культуре или или как-то оно так спонтанно это мое окружение мои друзья да когда я в детстве ездил в лагерь спортивно-воздоровительный да с нашей школы дзюдо там были лыжники греберские борцы боксеры вот мы как-то все сдружились и сейчас я очень хорошо общаюсь с лыжниками вот они меня максим поехали на марафон на лыжный на беговой триатлон я никогда не отказываю когда мне свободное время я с удовольствием у меня есть некоторые цели например в лыжах это стать мастером ворлопед для этого надо проехать 10 лыжных марафонов это 50 километров да внутри европы и один за ее пределами я уже три сделал и стремлюсь к десяти лыжные беговые марафоны это просто мне нравится бежишь классные пейзажи разные города вот я например благодаря этому побывал из Ниццы в Канны бегал да это очень красивый марафон да Максим скажите вот есть так называемый кодекс дзюдо там такие есть этические как бы качества человека да там дружба там храбрость там уважение и так далее на ваш взгляд не преувеличено ли такое понимание как что вот дзюдо может повлиять на развитие этих качеств человека не преувеличена ли вот эта вот ответственность возложена на дзюдо нет ли в этом какого-то ну что сказать преувеличение нет все все что там сказано то есть дзюдо может дает вот такой вот да конечно я же вот вам говорю что меня мама привела я был очень хулиганистый прям родители школы вызывали там двойки за поведение а потом некогда стало все здесь силы тратишь тренируешься и друзья хорошие стали окружение перестал общаться с мальчишками со двора да да вот познакомился с дзюдоистами и все поведение справилась стал спокойно равновешенный да и сейчас со всеми общаясь я прям очень доволен что меня мама привела дзюдо в заключение нашей беседы что бы вы могли пожелать будущим и настоящим дзюдоистам самое главное тренироваться тренируйтесь тогда из вас что-то получится hard work pace off тяжелый труд будет окупается да спасибо большое Максим я рад был с вами побеседовать много интересного узнали в очередной раз и о вашей вашем клубе дзюдо 88 и о тех проектах которые вы реализуете и надеемся что мы еще не раз увидимся на просторах планеты дзюдо так называемые вот и на просторах мира да и вам спасибо за то что вы выбрали именно дзюдо